В Берлинском новом музее 6 октября открывается громадная выставка «Русские и немцы. Тысячи лет искусства, истории и культуры». Концепция этой экспозиции разработана совместно Министерством культуры Российской Федерации, Государственным историческим музеем Москва и Фондом прусского культурного наследия под руководством Музея первобытной ранней истории Государственных музеев Берлина. Экспозиция открывается свидетельствами о первых торговых контактах между средневековыми северо-западной Руссией и Северной Германией, рассказывает о тесных династических переплетениях двух стран в 18-19 веках, потрясениях новейшего времени и возобновлении отношений после них. О выставке «Русские и немцы. Тысячи лет искусства, истории и культуры» говорит один из ее разработчиков Герман Парцингер, немецкий археолог и специалист по скидской культуре, президент Фонда прусского культурного наследия. Это не есть в чистом виде культурно-историческая вставка. Это в результате понемногу от всего. Прежде всего, попытка представить ход истории двух стран, которые, если обернуться на 20-е столетие, столкнулись с ужасными военными противостояниями. Но если взглянуть на прошлое в более далекой перспективе, в перспективе в тысячу лет, как мы попробовали сделать, то мы видим множество важных внутренних связей между народами двух стран. Мы сошлись на признании того факта, что оба народы интересуются друг другом. Иногда они даже бывают в восторге друг от друга, несмотря на прошедшие в 20-м веке войны, а может быть и благодаря им. Мы решили концентрироваться не на том, что разъединяло наши народы, а на том, что их объединяло на протяжении веков, объединяло в рамках европейской культуры. Выставка представляет Россию как часть Европы и ее культуры. Не в смысле современной повседневной политики, а в плане культурной политики. Выставка «Взгляд назад на тысячу лет истории и связи между русскими и немцами» сама является поиском следов контактов между двумя народами в прошлом, поиском следов русских в немецкой истории и немцев в русской. Можно иногда изумиться фактом, открывающимся на таком пути в прошлое. Позади у нас вместе много разного. Это и Петр Великий, и Екатерина II, но это и Василий Кандинский. Многое, что является частью культурной истории как русских, так и немцев, имеет смысл освежить в памяти. Я полагаю, что без знания прошлого нет будущего, а наличие такого знания учит народы уважать друг друга. Все, что сказал на открытии выставки Герман Парцингер верно, и тем не менее огромная выставка, а в залах нового музея в Берлине собрано более 700 экспонатов, предоставленных 75 музеями из России и Германии, оставляет впечатление складчатое. Ее концепция просматривается плохо. Выставка акцентирует, как было сказано Германом Парцингером, то, что объединяло русских и немцев, и поэтому, может быть, самым важным ее экспонатом является вывешенное в фойе огромное панно «Въезд объединенных сил в Париж». Автор панно не указан. На нем изображены русский царь Александр I, кайзер Франц I и прусский король Фридрих Вильгельм, все вместе въезжающие в Париж на лошадях через Триумфальную арку. Конечно, такая выставка не может объять все, и все же мало понятно, кому она адресована. Для людей, помнящих войну, она, возможно, приемлема. Для более молодых людей она, на мой взгляд, выглядит слишком старомодной. В ней, например, отсутствует современная составляющая. А ведь в Германии сегодня живет очень много бывших советских граждан с родным русским языком, и это прежде всего русские немцы. О них на выставке ни слова. Как о хорошем, так и о плохом между русскими и немцами символически напоминает на выставке изумительный по красоте восстановленный фрагмент знаменитой янтарной комнаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова